Продолжаем построение двухшовного рукава. Мы построили на пуховик вот такой вот рукав рубашечный. Теперь строим двухшовный рукав. Для этого находим место для заднего локтевого шва. Вот это расстояние делим пополам, вот это расстояние уже разделено пополам, и вот это расстояние тоже делим пополам. И рисуем как бы линию заднего локтевого переката вот таким образом. А второй шовчик мы обычно прячем подмышкой. Давайте здесь возьмем сантиметров, ну давайте 5 возьмем. Вот здесь я взяла 5 сантиметров от точки А вправо 5. 5 вот это у меня сантиметров. От точки А1 вправо я возьму 3 сантиметра. И таким образом я выбрала место для второго шва. Сейчас мне нужно вот эту выточку закрыть. Она откроется у нас вот сюда вниз с помощью приемов моделирования. А вот этот кусочек как бы отрезать и прибавить его потом вот сюда. У нас получится верхняя часть рукавчика и нижняя часть рукавчика. Будем заниматься моделированием. Так, для этого я возьму кальку. Вот такие листочки кальки очень хорошие. Ровненькие, не надо их расправлять никак. Так, что мы делаем? Смотрите. Копируем на кальку заднюю стеночку. Вот так. И вот это у меня совпадает. Я положила. Теперь ставим сюда карандашик. Закрываем выточку. Выточка аккуратненько закрылась. Так. Мои точки переехали. Одна вот сюда, а другая вот сюда. Не буду вырезать метод поворота. Сразу сейчас соединю. Эту точку вот сюда. Эту точку соединю вот с этой точкой. И внизу. Выточка открылась у нас вот сюда. Теперь вот этот кусочек возьму. Переведу его на кальку. Как бы отрезаю. Это точка А. Точка А должна совпадать с точкой В. Двигаем сюда. Совместили точку А и точку В. А низ с тем, что у нас было. Так. Получилась вот так вот прямая линия. Сейчас я ее нарисую. Можно это вырезать, конечно. Если вам так удобно, вырезайте. А у меня получилась вот такая вот картинка. И сейчас я закруглю их вот в этом месте немножечко. Так вот закругляем подмышечкой. Закруглили. Ну и этого мало. Я сейчас буду еще придавать вот этим рукавчикам наш желанный поворот, так сказать. Для этого вот от этой, сначала я их вот здесь расширю. Вот на этой, от этой точки, давайте назовем ее точкой О2. От точки О2 вправо отложим 0,7 сантиметра. И соединим верхнюю и локтевую точку вот с таким вот, так выпукло. Видите, как выпукло я сделала. И дальше эта линия пойдет у нас вот сюда вниз. А вот этот шовчик я сделаю с прогибом тоже вправо. Давайте возьмем здесь 2 сантиметра. На пересечении с линией локтя, пересечении вот этой вот линии нашего выбранного шва с линией локтя, от нее вправо 2 сантиметра. И соединяем эту точку вниз с линией низа и вверх. Вверх уже надо делать по лекалу, вот так, с прогибом. И мы получили достаточно такой выразительный прогиб. Давайте я обведу его. Вот так, здесь, вот так, с прогибом и ушли вот сюда. И низ у нас получился. Низ можно спокойно оформить вот так по прямой линии. Ну и здесь я должна продублировать синим цветом головку. Вот такая вот у меня получилась деталь, верхняя деталь нашего двушовного рукавчика. Теперь мне точно так же надо построить вот эту вот нижнюю деталь. Я все повторяю, все дублирую. По линии пересечения локтя с этой точкой, вот с этим, с этим выбранным нашим, в другую сторону 2 сантиметра. Вот в эту сторону 2 сантиметра. Здесь откладываем вправо, а от этой точки симметрично ей откладываем влево. И соединяем с линией низа и таким же участком соединяем с линией верха. Линию локтя вы у себя обязательно померяйте. Так вот сделали мы. Теперь вот на пересечении с точкой О2 по линии ширины рукава под проймой мы тоже делаем выпуклую часть. Эту часть мы тоже оформляем выпукло. Но теперь уже вот в эту сторону, в другую. Так, ну вот и обводим результат, как получилось. Красненьким цветом обведу сюда. Так, затем вот так, затем помягче хочу вот эту линию сделать. Вот так и вниз можно даже... Нет, прямой линией сделаем. Прямую линию провести. Вот так. Низ я оформлю. Вот так прямо. Ну и вверх будет выглядеть. Вот так. Вы хорошо видите сейчас нижнюю деталь. А здесь вверх будет выглядеть. Соответственно, тоже пока вот так вот нарисую. Чтобы деталь была замкнута. Ну и все. И мы, в общем-то, закончили. Но только я сделаю еще следующее. Когда я работаю с такими рукавами, я всегда делаю проверку. И если она мне не подходит, эта проверка меня не устраивает, я, конечно, еще их подработаю. Подработаю так, чтобы у меня не было никаких сомнений по поводу того, насколько будут великолепны мои рукавчики. Если все сделать правильно, рубашечный рукав выглядит просто действительно великолепно. Вот это контрольная точка. Вырезаем. Еще очень важно в рукавчиках рубашечных делать контрольные точки. Вы должны научиться находить 10 контрольных точек. Если их будет меньше, точности кроя у вас может не произойти. Итак, смотрите, что у нас получилось. Вот я сделала копию этой нижней части рукавчика. Теперь я ее переворачиваю вот сюда и начинаю уравнивать. Ну вот видите, мне сразу это не нравится. То есть видите вот этот вот кончик куда ушел? Он ушел куда-то, он должен был либо совпасть вот с этой голубой полосочкой у нас, либо отклониться вот в эту сторону. Это говорит о чем? О том, что поворот вот этой руки, синенькой части рукавчика у меня хороший, а вот этот поворот практически нет. Я его увеличу. Посмотрите как. Я беру, чтобы у меня вот там все совпало, я должна вот отсюда снять. То есть, чтобы совпали у меня, я вот эту часть должна убрать. Посмотрите, если я ее убираю, тогда мои рукавчики идеально совпадают. Давайте это запомним. Так, что еще? Еще я, конечно, в этот момент вот так перечеркиваю все, потому что я выбираю контрольные точки. Дальше я проверяю вот эту линию. Совмещаем. Здесь совпадение великолепное. Поэтому перечеркиваем наверху, перечеркиваем внизу. Это следующая пара контрольных точек. Теперь я должна поправить. Смотрите, я эти, этот сантиметрик срезаю отсюда. Соответственно, кладу вот на эту сторону и понимаю, что мне надо убрать эти полтора сантиметра с рукавчика вот здесь. Вот это мы отрежем все. Отрежем. Вы скажете, у меня рукавчик внизу стал пошире, поуже на эти полтора сантиметра. Ну и что? 34 это тоже очень много. Если хотите, можете вот эту точку подвинуть на этот сантиметр сюда. Иногда я двигаю нижние части вот этих рукавов, если они мне кажутся недостаточно с поворотиком. Но вот в нашем случае я бы все оставила как есть. Итак, мы построили контрольные точки. Смотрите, одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Положили вот эту сюда. картинку. Шестая, седьмая и восьмая контрольные точки. И всего восемь. Это по вот этим вертикальным швам. Теперь девять, вот здесь контрольная точка, она совпадает, по идее, с боковым швом или с нашей вот этой вот засечкой. Вот с этой засечкой. Кстати, мне ничего не мешало подравняться вот под эти швы. Но уж теперь поезд ушел, не буду подравниваться. А так вот, чтобы построить вот этот рукавчик, смотрите, у нас вот этот отрезок примерно такой же, как вот этот, чуть-чуть побольше. Я могла сдвинуть вот этот шовчик сюда, и у нас была бы полная идентичность. Ну ладно. Это вам на увлекательное дополнение ко всему, что было. Итак, мы посчитали девять точек вот с этой. И десятая, это вот эта точка. Она у нас должна совпадать с плечевыми, с плечевой точкой на наших рукавчиках. Вот, наконец-то, все. София, дорогая, пожалуйста, постройте по этому видео своему Франческо такой пуховик. Сошьете вы его безупречно. Конечно, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но я думаю, что и выкройка тоже вам подойдет. Когда будете кроить, страхуйтесь припусками. То есть добавляйте сюда на швы столько, чтобы можно было потом откорректироваться. Вы же понимаете, что при работе с этим совсем у вас будет выкройка немножко изменяться. Ну вот, разрешите на этом закончить наш цикл пуховика, как оформить пуховик для Франческо из Италии. Для, по просьбе нашей ученицы Софии. Всем добра! Приходите к нам учиться!